Ингушетию планируют разделить на три зоны и отобрать для каждой отдельного регионального оператора. Тема обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на совещании в правительстве. Подробный доклад руководителю Кабмина представил министр природных ресурсов. Так стало известно, что компания, выбранная в 2018 году для транспортировки отходов, со своей работой не справляется. Министерство подало исковое заявление о расторжении соглашения. Кроме того, на собрании обсудили и планы по ликвидации свалок. Подробности далее. Всего, по данным Минприроды, сейчас на территории республики имеется 15 крупных свалок-отходов. По словам исполняющего обязанности министра, две свалки в Карабулаке и Малгабеке, являющиеся объектами накопленного вреда окружающей среде, включены в федеральные проекты «Чистая страна», нацпроекты «Экология» для их рекультивации в последующие годы. С 2023 года планируется организация работы по ликвидации свалки в Назране и сельских поселениях республики, обсуждая иные факторы, негативно влияющие на экологическое состояние республики, участники совещания затронули вопрос пресечения сброса неочищенных сточных вод от частных домовладений. Все необходимые работы по подготовке и реализации данных предприятий, данные уже выполнены, данная свалка, наша заявка уже направлена, и площадь рекультивации данной свалки составит 20,8 вектора. Город Суджи и муниципальные образования республики не обеспечены очистными сооружениями. По обручению горной республики, менедуродной гушей, контролирующей, это анализирована информация о существующей схеме водоотведения, учреждения подвергнутся на гнездау и грушей, на образование и грушей, на экспорте и грушей, на культуру и грушей. Согласно представлению, информация 14-е учреждения республики не эксплуатируется в использовательные проекты, а соответствующая информация не направлена к проекту в Суджи и Республике. Также проблемой является родственные очищенные сточных вод в частных домовладений. Городные груши регулярно проводят среди мероприятий, среди временем для сечения политических нарушений наводных объектов. В результате проведено время в мероприятиях за последние 4 года, 16-20-х годах, было объявлено и эффективно свыше 150 инвестиционных труб, незаконно выведено в водные объекты и грушей организации, владельцам частных домовладений. Из них указано 150, 130 труб и загрязняли веки федерального значения, заслуживая замка. Данная положительная практика будет продолжена, и хотелось бы также отметить, что все эти 150 учреждения были привлечены к административной ответственности. Владимир Сластенин отметил повышение эффективности работы ведомства, поставив вместе с тем задачу усилить деятельность по осуществлению экологического надзора. Действительно, это очень центральный вопрос в нашей жизни. Вы знаете, у нас водоснабжение, водоотвесение в очень сложной ситуации. У нас, по-моему, централизация в городе Магаска стоит водоотвесение в остальных уроках. Нет очистных сооружений. Получается, что экология у нас ужасная, что Владимир Сластенин, изучил ситуацию с точки зрения нормативов. Глава, будучи в командировке в Москве, на первом месте стояла проблема воды, чистая, а на втором как раз экология водоотвесения. Поэтому я прошу продолжить эту работу в таком же темпе, но и подключение всех, наверное, контролирующих органов и обращение к жителям. Все-таки, ну, это так же, как с новым. Экология в республике оставляет желать лучшего. Даже тот факт, что наши рыболовы в Сунжи отпускают рыбу обратно в реку, боясь ее употребить, уже говорит о многом. Дальше нас просто ждет экологическая катастрофа. Нам важно срочно предпринять шаги для устранения озвученных проблем, заключил председатель ингушского правительства. Хава Султыгова, Хусин Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24.